Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». С вами Наталья Якузина. Добрый вечер. Сегодня вечером мы обсудим четыре темы. Это итоги поездки ульяновской делегации на международную выставку промышленных товаров Иннопром «Ташкент». Это развитие гражданской авиации, которая вносит значительный вклад в экономическое развитие нашего региона. Это модернизация службы занятости и состояние зданий, помещений, которые относятся к сфере образования Ульяновской области. Наша первая собеседница – Марина Алексеева, первый заместитель председателя правительства Ульяновской области. Она расскажет про Узбекистан. В состав бизнес-миссии вошли 13 ульяновских экспортно-ориентированных предприятий, в том числе 7 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, сыры, глебовый, торговый дом, ульяновский хладокомбинат, сервис газ, ульяновский завод промышленной арматуры и другие. Торговое, экономическое и гуманитарное сотрудничество с Узбекистаном набирает обороты. В прошлом году внешний торговый оборот с Узбекистаном увеличился в 4 раза. Ульяновские компании осуществили продажи в Узбекистане на 100 миллионов рублей. В этом году заключены новые соглашения, которые будут стимулом для развития экономики региона и будут способствовать расширению товарной номенклатуры и росту объемов экспорта в Узбекистан. Ульяновские предприятия поставляют автомобили, автокомпоненты, различные оборудования, двери, мебельные комплектующие, мойки. Такому стремительному росту экспорта способствовало создание торгово-логистического центра коллективного пользования для предприятий Ульяновской области в Узбекистане. На этой площадке делегация региона провела переговоры с ведущими дистрибьюторами Республики Узбекистан. Здесь достойно был представлен потенциал 12 ульяновских производителей пищевой промышленности. Слушаем Марину Алексееву. Делегация Ульяновской области вернулась с выставки «Инопром. Центральная Азия». Она проходила с 23 по 25 апреля текущего года в Ташкенте. В этом году была одна из самых широких бизнес-миссий. Почти 30 человек бизнесменов из 13 региональных предприятий. Это, надо сказать, что были и крупные предприятия, и представители малого и среднего предпринимательства. Начался визит с встречи с чрезвычайным полномочным послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым, с которым, собственно, обсудили возможности достаточно широкого спектра сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, социальной и культурной сферах между Ульяновской областью и Узбекистаном. Затрагивались, например, такие вопросы, как обмен учащимися нашего региона и Узбекистана, потому что многие наши вузы дают уникальные образовательные программы, которые сегодня востребованы в Узбекистане в растущем по численности по населению Узбекистана. И ценность нашего образования абсолютно точно признается. Мы видим перспективы развития в рамках санаторно-курортного и медицинского туризма. Заинтересовал Узбеков центр медицинской радиологии и онкологии ФМБ России, который у нас расположен в Димитровграде. Ну и, конечно, наши санаторно-курортные комплексы с достаточно мягким климатом средней полосы и ценными минеральными источниками тоже представляют интерес для Узбекистана. Как посольство России в Узбекистане оценило работу ульяновской делегации? Посольство России в Узбекистане отметило работу правительства Ульяновской области по расширению товарной инвеклатуры рост объемов экспорта в Узбекистан. Год назад мы одним из первых среднероссийских регионов определили формирование дилерских центров как приоритет по выходу на внешние рынки. И в апреле 2022 года был создан торгово-логистический центр коллективного пользования для предприятий ульяновской области, представляющий собой постоянно действующий шоу-рум для демонстрации образцов, а также склад растаможенной продукции для реализации оптовым покупателям. Здесь уже многие представители малого и среднего бизнеса опробовали режим работы этой площадки. Надо сказать, что мы посетили ее, посмотрели. Широкая номенклатура ульяновских товаров представлена. Работа будет продолжаться, и мы планируем наращивать количество компаний, которые могут с помощью государственной поддержки выйти на такие перспективные рынки. Узбекистан на сегодняшний день является очень активным логистическим путем, поэтому это не только границы самой республики, это, естественно, выходы на более дальние площадки. Стратегическим партнером определена компания «Колберг Групп». Компания помогает выходить на крупные строительные фирмы, проектные организации Узбекистана, которые в дальнейшем используют ульяновскую продукцию. «Колберг» занимается розничной продажей ульяновских стройматериалов, предметов интерьера, межкомнатных дверей, отопительного оборудования, кухонных моек и раковин для ванных комнат. Только за 2022 год, благодаря такому взаимодействию, ульяновские компании осуществили продажи в Узбекистане на 100 миллионов рублей. Расскажите о встречах губернаторов в Ташкенте. На площадке шоу-рума губернатором региона была проведена встреча с дистрибьютором национальных ритейл-сетей и Belt and Trade Asia. Обсудили сотрудничество и представили потенциал наших 12 ульяновских компаний ввиду ограниченности времени, конечно, небольшое количество, но, тем не менее, мы говорили о продуктах питания, о продуктах переработки первичного сырья, это и о муке, сырах, крупах, консервах, мясной кондитерской продукции, мороженой, минеральной воды. Belt and Trade Asia – очень активно развивающаяся компания на узбекском рынке. Она охватывает к настоящему моменту более 17 тысяч торговых точек, осуществляет прямое покрытие всех регионов республики. А посещение нефтегазовой компании? Еще одна компания, которую мы посетили, была «Узбекнефтегаз». Здесь для наших компаний эта государственная корпорация представляла интерес с точки зрения поставки туда оборудования. Мы знаем, что у нас есть сильнейшие производители насосного оборудования и прочего. Это компания из Ульянска, компания из Димитровграда. И, собственно говоря, «Узбекнефтегаз» проявил заинтересованность. Сейчас договорились о том, что составим дорожную карту по сопровождению экспортных поставок. Что было во второй день? На второй день работы в Узбекистане состоялась закупочная сеть ульянских производителей дистрибьюторами продуктов питания Республики Узбекистан. Все эти мероприятия проводились в рамках реализации президентских национальных проектов малой и средней предпринимательской международной кооперации и экспорт. Ну и, собственно говоря, мы продолжим работу по выявлению дополнительных групп продовольственных товаров, которые ульяновская область производит в избытке и уже сверх. Имеет, скажем так, профицит относительно уровня внутреннего потребления. И мы готовы продавать уже на внешние рынки. Итоги работы ульяновских предпринимателей. Что мы предложили узбекским коллегам? Хотела бы отдельно отметить итоги работы бизнес-смиссии ульяновских компаний. Они работали параллельно. Мы не на всех площадках встречались с ними. Бизнес посетил четыре предприятия. Это Technologies of Real-Time, технологии реального времени, УЗ, Автомотор Пауэртрейн, Крантос и тоже Узбекистан нефтегаз. Наши компании предлагали свои компетенции в области металлообработки, поставки оборудования инструмента, изготовления пружинной продукции, изделий, пролоки, ленты, грузоподъемное оборудование. Кроме того, программные решения для автоматизации бизнес-процессов. И можно уже сейчас говорить о предварительных заинтересованных узбекских компаний нашей продукции. К режущим инструментам алюминиевого литья. Кроме того, ульяновские предприятия потенциально могут изготавливать всевозможные ресиверы двигателей, патрубки, пластмассовые переходники, вкладыши, лечо-чугуна, датчики и так далее. Подведите итоги. Наша работа, которую мы начали по межрегиональной и межгосударственной кооперации с постсоветским пространством, она имеет для нас приоритетное на сегодняшний день значение. Кроме того, что мы вели переговоры с узбекскими компаниями, надо сказать о том, что мы посетили с губернатором четыре площадки наших соседей, куда ранее мы совершали бизнес-миссии. Это Саратов, Татарстан, Пенза, Чувашия. И мы видим, что наши договоренности во время бизнес-миссии в соседние регионы, они реализовываются, они дают свои результаты, заключаются контракты. А это создание рабочих мест, повышение заработной платы и расширение экономического потенциала и благосостояния Ульяновского региона. А теперь расскажите о подготовке к такой же выставке в Екатеринбурге и Казахстане. Сейчас мы начинаем готовиться к инопрому в Екатеринбурге. Это июль, это самая широкая площадка. Мы обязательно представим там стенд с продукцией Ульяновской области. Это самая ключевая площадка для нас промышленная. И в сентябре мы планируем участие в инопроме в Астане, в Казахстане. Ульяновская делегация промышленников и предпринимателей подписала договор о создании дилерского представительства Ульяновской области на территорию Республики Узбекистан. Открытие центра позволит в этом году поставить на узбекский рынок продукцию 20 ульяновским резидентам на сумму более 300 миллионов рублей. Регион также заинтересован в сотрудничестве в сфере туризма. Есть большой интерес в части обмена учащимися Ульяновской области и Узбекистана. Есть перспективы партнерства в рамках санаторно-курортного и медицинского туризма. Узбекская страна выразила заинтересованность в поставках ульяновской продукции и услугах. Мы продолжаем интервью с первым заместителем председателя правительства Ульяновской области Мариной Алексеевой. Следующая тема, которую мы обсудим, это развитие авиационного кластера Ульяновской области. Ульяновск с визитом посетила делегации Совета Федерации, которая привезла обнадеживающие вести о федеральной поддержке Ульяновской гражданской авиации. Начну с визита председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовому рынку на территорию региона. Состоялся визит. Надо сказать о том, что это достаточно был продуктивный визит. Мы посетили несколько точек. Вначале, естественно, был разговор о реконструкции перрона. В 2016-2018 годах реконструкция была взлетно-посадочной полосы в нашем аэропорте. Именно Николай Михайлович Кармазина. 2,5 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджета было выделено на этой цели. Но остался неблагоустроенным и незамененным перрон. Поэтому ввели речь о том, чтобы в перспективе ближайших трех лет заложить средствами Росавиации капитал на реконструкцию перрона. Для нас это чрезвычайно важно. Для того, чтобы полностью завершить объект, мы провели масштабную реконструкцию до этого самого здания аэровокзала. То есть сейчас в целом наш комплекс аэродромный выглядит достаточно солидно. Расскажите о музее гражданской авиации. Для нас знаково, очень репутационно важно и состояние Головного музея гражданской авиации. Головной музей является подведомственной структурой Ульяновского института гражданской авиации. Соответственно, именно на его балансе, на его содержании находится этот музей. Но, тем не менее, что называется, мы в складчину постоянно следим за тем, чтобы обновлялись экспонаты, содержались в достойном состоянии. И в 2022 году Росавиация выделила региону более 10 миллионов рублей. И эти средства будут направлены в этом году на работы по ремонту ограждений музея, пешеходных дорожек и благоустройству парковочной площадки музея. Несколько десятков тысяч посетителей ежегодно бывают на этих площадках и смотрят экспонаты. Это самый уникальный и самый большой в России музей гражданской авиации. В 2001 и в 2022 году проходила покраска самолетов и о других работах в том числе. Расскажите. В 2021-2022 годах за счет привлечения в небюджетных средств регионам была проведена покраска самолетов Ил-14, Тиан-26, установлен самолет Ил-62 на бетонные основания, также заменено асфальтовое покрытие на прилегающие территории. На парковке произведена вырубка кустарников по периметру территории музея. Достигнута договоренности о том, что Росавиация рассмотрит возможность не менее 20 миллионов рублей ежегодно направлять на поддержание состояния экспозиции музея в регионе. Ну и, соответственно, регион будет тоже производить благоустроительные работы. Расскажите о посещении московской делегации Института гражданской авиации. В ходе визита председателя комитета Совета Федерации по бюджетам посетил Ульяновский институт гражданской авиации. Наш Ульяновский институт готовит порядка 70% пилотов в стране является одним из востребованных вузов в сфере подготовки и переподготовки специалистов гражданской авиации. Посмотрели все тренажеры и руководитель Росавиации представил институт как одну из самых технологически оснащенных площадок. Вели речь о том, чтобы расширять возможности и контрактацию по переобучению, потому что это дает дополнительное финансовое влияние именно в институт. А средства могут быть направлены на дальнейшее улучшение материально-технической базы. О совещании по развитию отрасли гражданской авиации. О чем шла речь? В правительстве региона под руководством Анатолия Артамунов состоялось совещание по развитию авиационной отрасли. Причем затрагивались вопросы как и гражданской авиации, так и военной авиации. Было признано, что Ульяновск является средоточением центра компетенции в области авиастроения, в области эксплуатации авиационных портов. И надо сказать о том, что на сегодняшний день это одна из самых острых тем для развития во всей Российской Федерации. И много задач, которые были обсуждены совместно с замом министра промышленности и торговли Олегом Бочаровым. Целая комплексная программа развития авиатранспортной отрасли во многом имеет отражение именно в нашем регионе. Она просчитана с учетом необходимости замены выполнения парка и возможности авиастроительных предприятий. Соответственно, речь велась и о нашем авиастаре, аэрокомпозите, спектр авиапромтех, Ульяновск, Ульяновском конструкторском бюро приборостроения. Речь шла и о производстве самолетов, авиакомпонента, сервисном обслуживании, окраске и так далее. Какие ближайшие планы? На сегодняшний день мы продолжаем, в том числе и инвестиционном плане, расширять компетенции региона и готовить промышленные площадки. О подготовке промышленных корпусов для предприятий авиастроения говорили и с первым заместителем министра строительства ЖКХ господим Ломакином. Мы были поддержаны, в том числе и руководителем Росавиации по расширению географии межрегиональных пассажирских перевозок и увлечению транспортной доступности авиационным транспортом города Ульяновска. И сейчас мы после определения источников софинансирования из регионального бюджета будем приземлять уже вопросы, касающиеся организации полетов в Мачкалу, Калининград и в Минск. Подведите итоги визита. Визит прошел очень насыщенно, затронул все темы авиации и было намечено значительное количество планов, которые будут реализовываться в ближайшее время. Вы слушали Марину Алексееву, первого заместителя председателя правительства Ульяновской области. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Но локдаун из-за злосчастного ковида подтолкнул все службы, работающие с населением, переходу на новые формы работы. Пусть вынуждено, но произошла та самая перезагрузка. В том числе она коснулась службы занятости населения, где успешно проходит комплексная модернизация. Недавно Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовым ресурсом возглавил новый руководитель Павел Калашников, который признался нашему корреспонденту Дмитрию Емельянову, что нет худа без добра. Комплексная модернизация принципиально изменила работу с клиентами. Работа стала качественной. Если кратко по своей биографии, могу сказать, что работаю я в органах службы занятости 19 лет, в этом году будет такой своеобразный юбилей, 20-летний стаж работы в органах службы занятости. Действительно, я начинал еще знакомство со службой, учась в университете, работал подсобным рабочим, помогал с точки зрения что-то подделать, подлатать, пока учился. В дальнейшем мне предложили уже перейти на работу инспектором после того, как получил высшее образование. И, собственно, вся моя карьера строилась со службы занятости вместе, рука об руку. Я проходил этапы от архива, от приема граждан, от реализации активной политики занятости, с дальнейшими переходами и в министерство, и в департаменты, с возвратом опять в кадровый центр для того, чтобы организовывать уже работу централизованной системы управления. В общем-то, поэтому вся моя карьера, вся моя, можно сказать, трудовая жизнь, она неразрывно связана со службой занятости. И вы видели, как она меняется? Да, мне, наверное, можно сказать, посчастливилось. Здесь я прошел многие этапы, получается, это был и мировой финансовый кризис, да, и мы реализовывали меры поддержки нашего населения, это трансформация с точки зрения перехода на, мы все понимаем, это ковид, когда случился, да, и мы тоже реализовывали новые совершенно подходы в работе с точки зрения перевода на цифровой формат взаимодействия с нашими клиентами. В общем, много было направлений, это и договоры, это поддержка бизнеса, это поддержка крупных работодателей для того, чтобы они были на плаву, чтобы дальше вели свое производство и активно пополняли нашу экономику. Много за это время прошло, сейчас мы тоже на новом этапе развития находимся. Это полная трансформация нашей региональной сети службы занятости. Мы в число пилотных регионов вошли в этом году. И это идеал, к которому вы стремитесь? Да, по сути, мы себе ставим такую амбициозную задачу в течение этого года провести комплексную модернизацию сети и центров занятости на территории всего региона. В первую очередь направлено на более качественную и открытую работу с клиентом. Вот уже начиная с конца прошлого года мы полностью перешли на цифровой формат взаимодействия. Первично человеку не нужно никуда идти, мы эту тему отработали в момент ковида, когда заявление через единую цифровую платформу поступает, работа в России. То есть сейчас все сходится к тому, что мы работаем по принципу одного окна. Человеку первично нужно лишь заявить о том, что он ищет работу, что он заинтересован в поиске новой работы. Соответственно, подает заявление, дальше уже мы назначаем карьерного консультанта, который его сопровождает на дальнейшем пути нашего сотрудничества. Вот от такого формата, как ярмарка вакансий, мы не отказываемся. Единственное, мы его трансформируем. Формат живого общения, он всегда очень важен. И мы стоим на этой же позиции. Да, можно совместить эти процессы цифрового общения и живое общение должно быть. Единственное, что мы теперь ярмарку вакансий позиционируем как комплексное мероприятие. То есть там мы проводим и профпробы сразу. Там есть отдельное живое общение с работодателем, если нужно, ну, единицы переговорить, уже конкретные какие-то тесты, например, пройти. Мы обязательно включаем активно в эти мероприятия молодежь. Профессионально-образовательная организация, это наши потенциальные партнеры. Это органы социальной защиты, центр «Мой бизнес», чтобы мы на одной площадке могли закрывать сразу и решать несколько вопросов. Ну, такие, можно сказать, многозадачность. Для того, чтобы человек, придя общаться на одну площадку, мог получить максимум услуг и максимум информации о том, что он может на сегодняшний день применять для того, чтобы действительно свою строить профессиональную карьеру, либо, может быть, пройти переобучение, переподготовку для того, чтобы быть более успешным на рынке труда. Поэтому ярмарка вакансий все-таки это для нас тот формат, который будет принципиальным еще на протяжении многих лет. О квалифицированных ресурсах. Именно к этому сегодня ведь стремятся нам многие предприятия, в том числе на территории Ульяновской области. И поговорим на примере «Авиастар». Да, действительно, сейчас нужны квалифицированные кадры. Мы все понимаем задачи. В первую очередь, наверное, это, конечно, и предприятия, те задачи, которые поставлены на, можно сказать, уровне всей страны, то мы с своей стороны не должны подвести и постараться максимально помочь с точки зрения обеспечения кадрами. Мы очень плотно работаем со всеми предприятиями, которые входят в том числе и в оборонно-промышленный комплекс нашей страны. У нас таких предприятий 62 на территории региона. Это очень достаточно большое количество. Поэтому всем нужно уделить внимание, со всеми нужно отрабатывать. Мы новый формат такой построили, начиная с прошлого года, где-то, наверное, с середины года мы начали эту реализацию. Это выездные сессии, когда мы вместе с работодателем выезжаем во все муниципальные образования нашего региона. Ну, не секрет, наверное, был, что у нас многие работники уезжали работать в вахты. Что из приоритетных задач мы здесь для себя обнаружили? Что у нас есть на сегодняшний день, что предложить в своем регионе для того, чтобы люди не уезжали от своих семей. И действительно это сработало. И на сегодняшний день можно говорить о том, что ту кадровую потребность, если мы говорим на примере Авиастара, она была за прошлый год закрыта. Но прирост, в любом случае, он идет достаточно уверенными темпами, но потребность все же остается достаточно высокой. У нас на сегодняшний день чуть больше тысячи вакансий на предприятии есть. И мы активно приглашаем и наших жителей, и сейчас мы работаем уже с ближайших регионов и не только. Это для привлечения кадров и Авиастар, это у нас Ульянский автомобильный завод. Если мы говорим даже о предприятиях не обороны промышленного комплекса, у нас замечательная портовая особая экономическая зона, где также требуется все время порядка 100-150 вакансий с достаточно хорошими заработными платами. Конечно, здесь очень важно, что предприятия должны тоже меняться, и они меняются. В первую очередь проводят финансовое оздоровление. Повышение заработной платы? Да, да. Именно с точки зрения повышения заработной платы, либо дополнительных каких-то мер поддержки для отдельных категорий. Ну, в первую очередь, конечно, это касается молодежи. Многие предприятия сейчас активно подстраиваются под молодежь. Сейчас система наставничества, она тоже развивается и на промышленных предприятиях, и в бизнесе в том числе. Потому что молодое поколение приходит, его надо учить. Все равно учить нужно под конкретные потребности того или иного предприятия, либо организации. Как служба занятости в этом помогает и молодому человеку, и работодателю? Ну вот в качестве, наверное, последнего примера, то, что мне вот самому очень понравилось. Мы в прошлом году вошли в федеральный проект по карьерному сопровождению, и еще реализовывали проект «Сторона мастеров». Когда мы находили тьюторов, это из числа тех же молодых преподавателей, которые у нас преподают в образовательных профессиональных организациях, ну, будем говорить, СПО, да, среднего профессионального образования. То есть мы определяли тьюторов, находили, мы находили ребят, которые проходили обучение по каким-то конкретным компетенциям, и находили работодатели, которые готовы были после прохождения таких курсов сразу себе по целевому можем говорить набору, трудоустраивать ребят. Либо трудоустройство прямое, либо открытие собственного дела. Пилотный был проект. В общем количестве приняло порядка 600 человек. Но что показал опыт, самое главное? Показал опыт следующее, что у нас трудоустройство по итогам вот этого карьерного сопровождения составило не менее 75%. То есть часть людей получили новые навыки, но на сегодняшний момент мы с ними еще отрабатываем вопрос трудоустройства, ну, как бы в отложенный немножко, да, такой, контрольную точку ушли, а большинство были трудоустроены, либо открыли собственное дело, ну, сразу, вот, после окончания. Да, на протяжении месяца мы подводили, вот, обратную связь считали. Я считаю, очень реально рабочий проект. Надеемся, что в этом году он тоже будет реализовываться, но если нет, мы всегда ищем новые пути решения, в том числе грантовые пути решения, для того, чтобы с точки зрения именно построения карьеры нашей молодежи мы могли дать еще такой новый виток развития. То есть право выбора не только на предприятии прямое трудоустройство, хотя, конечно, для нас это является, ну, одним, наверное, из основополагающих элементов в нашей работе, но и возможность с его профессионального выбора никто не отменял. Сегодня молодежь очень активна в этом отношении, если уж они выбирают профиль самозанятости, так пусть он будет, по крайней мере, действительно работать в белую, да, а не уходить в теневую занятость. А государство поддерживает работодателя, который желает к себе привлечь молодые кадры? Да, поддерживает. У нас реализуется программа субсидирования найма. Суть программы заключается в том, что работодателя, принимающий к себе на работу молодого специалиста до 35 лет включительно, имеет возможность компенсировать часть затрат, понесенных на выплату заработанной платы. То есть выплаты происходят по итогам отработки первого, третьего, шестого месяца. Таким образом, мы еще и прослеживаем определенную закрепляемость. Выплата идет из расчета минимального размера оплаты труда, умноженной на страховые взносы. То есть работодатель достаточно неплохое подспорье для того, чтобы принять молодого сотрудника. Это часть, которую именно поддерживает государство работодателей для того, чтобы увеличить прием молодых специалистов. В свою же очередь, еще и государство работает со стороны соискателя непосредственно. То есть это заключение социального контракта. Когда орган социальной защиты при нашем непосредственном содействии заключает социальный контракт с гражданином, он первично приходит к нам, мы ему выдаем направление для того, чтобы он шел в соцзащиту и заключает социальный контракт на поиск работы. В этом отношении человек уже получает дополнительную выплату из расчета величины прожидчивого минимума в регионе и тем самым к себе увеличивает еще доходную часть, связанную с выплатой заработной платы. Он получает четыре таких выплат. То есть идет такая двухсторонняя целенаправленная поддержка как соискателя, так и работодателя. Причем, если мы говорим про соискатель, там ограничений по возрасту нет. Там может принимать участие любой человек, который в первую очередь желает трудоустроиться. А какова сегодня статистика? Сколько безработных зарегистрировано на территории региона? Безработных на сегодняшний день у нас порядка 2700 человек на территории региона. Это по уровню регистрированной безработицы достаточно низкий показатель. 0,45% уровень регистрированной безработицы мы на сегодняшний день отмечаем. Соответственно, коэффициент напряженности на рынке труда достаточно низкий. В первую очередь это связано с тем, что у нас достаточно большое количество вакансий, то есть тех предложений, которые мы можем сегодня дать на свободном рынке труда. Здесь важен тот момент, чтобы садиться за стол переговоров и договариваться, какие есть конкретные проблемы со стороны соискателя, работодателя, ну, собственно, чем мы сейчас и занимаемся. И мы стараемся как раз-таки отрабатывать точно с точки зрения услышать работодателя, услышать соискателя и пытаться найти общий знаменатель для того, чтобы решить общую задачу. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу и успехов вам в новой должности для того, чтобы реализовать все эти планы, о которых мы с вами сегодня говорили. Это была программа «Тема дня», и мы сегодня говорили о модернизации службы занятости на территории Ульяновской области. Вы слушали Павла Калашникова, нового руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовым ресурсам Ульяновской области. Вы слушаете радио России Ульяновск. У микрофона Наталья Козина я продолжаю вечернюю передачу. В год педагога и наставника в апреле в Ульяновске прошли сразу три масштабных мероприятия всероссийского уровня. Это форум народных учителей, пленарная сессия педагогических династий и межрегиональный чемпионат учительских клубов. 40 старейших педагогических династий, 11 народных учителей и более 100 конкурсантов чемпионата. Сейчас на федеральном уровне планируют внести изменения в федеральный закон об образовании, в части защиты прав педагогов. Учитель должен быть надежно защищен в своей профессиональной деятельности. И поэтому на уровне региона появятся новые должности. Отдельный эксперт, который поможет улучшить правовой статус педагога и защитить от неправомерных действий. С мая в Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области к работе приступит советник министра по правовому просвещению педагогических работников. А теперь обсудим состояние самих учебных заведений, школ, лицеев, колледжей. Ах, как многие из них преобразились и похорошили. И здания, и классы, и новые лаборатории. В этом году в рамках национального проекта образования ремонтные работы продолжатся. Слушаем Ирину Киселеву, исполняющую обязанности министра просвещения и воспитания Ульяновской области. На территории Ульяновской области реализуется шесть региональных проектов, которые обеспечивают достижение целей, показатели и результатов нацпроекта образования. В 2023 году выделены средства в объеме 1,158,3 млрд рублей на выполнение всех мероприятий нацпроекта. За год реализации проекта 301 школа или 76% оснащены современным оборудованием, 9 техникумов и колледжей создали 38 мастерских, открыты 6 современных центров дополнительного образования. В 2023 году мы продолжаем создавать для детей и молодежи современную высокотехнологичную инфраструктуру. В настоящее время ведутся работы по оснащению, проведению ремонтных работ и к 1 сентября мы должны открыть 38 точек роста IT-куб, школьный кванториум, 41 школа будет оснащена современным цифровым оборудованием, 16 школ отремонтируют спортивные залы и оборудуют их также современным оборудованием. На сегодняшний день законтрактовано 76% федерального и областного бюджета, кассовое освоение составляет 29%. По итогам исполнения четырех месяцев по достижении установленных показателей и результатов риски отсутствуют. Насколько эффективно идут работы? Что показал, кстати, опрос в марте? Насколько эффективно реализуются мероприятия нацпроекта образования, показал онлайн-опрос, проведенный Центром управления регионом с 22 по 28 марта. Отрадно, что осведомлены о реализации нацпроекта 75 опрошенных респондентов, удовлетворены качеством школьного образования 71%. 80% респондентов говорят о том, что школа, которую посещает ребенок, оснащена современным оборудованием. 72% опрошенных подтвердили, что их ребенок посещает кружки, секции или другие творческие объединения. 53% респондентов отмечают, что в регионе создано достаточный мест по разным направлениям дополнительного образования. Показатели эффективности реализации нацпроекта в регионе являются результатом участия наших детей в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различных типов. Так, 81% респондентов отмечают, что их ребенок принимает участие в олимпиадах и конкурсах. А какие результаты? Много победителей? Более 200 человек занесены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности только за первый квартал 2023 года. Это дети, которые стали победителями и призерами регистровых олимпиад и конкурсов, а точнее их заключительных этапов. И буквально несколько дней назад наши ребята стали победителями окружной интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа по направлению робототехника. Третье место мы там заняли и второе место по управлению беспилотными летательными аппаратами. Этот год объявлен годом педагога и наставника. А что уже состоялось? Неделя нацпроекта, которая у нас сейчас идет, и началась она 24 апреля основными мероприятиями, которые вошли в федеральную повестку. Состоялось открытие съезда народных учителей, пленарная сессия педагогических династий России и открытие межрегионального чемпионата учительских клубов. Инициатива, озвученная нашими коллегами на этих форумах, присутствие онлайн, присутствие федерального нашего министра Сергея Сергеевича Кравцова по проведению всероссийского конкурса на старейшую педагогическую династию и утверждение переходящего кубка, одобрена была федеральным министром и получила федеральную информационную поддержку. Всю неделю работает межрегиональный чемпионат учительских клубов. Расскажите об этом и о других событиях. В течение пяти дней принимают участие 22 команды из 16 регионов страны. У нас состоялось немаловажное значимое мероприятие форум педагогов-методистов. Был представлен уникальный опыт региона по реализации закона о статусе педагога, который позволил сформировать пул региональных методистов в количестве 163 человек. Это те лица, которые получают определенные доплаты из регионального бюджета. В рамках недели проходят конкурсы профессионального мастерства педагогических работников. Будут подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2023» и 28 апреля торжественное закрытие регионального этапа всероссийского профессионального конкурса «Среди педагогов дополнительного образования и сердце отдаю детям». А патриотические мероприятия? Пройдет целый блок мероприятий патриотического воспитания граждан. Реализация трека «Орленок-хранитель исторической памяти» программы социальной активности обучающихся начальных классов. Состоит сезональный этап областной военно-спортивной игры «Зорница». Победители данной Олимпиады займут достойное место и будут защищать честь региона на окружном финале военно-спортивной игры «Зорница» в Оренбургской области. Кроме того, в течение всей тематической недели пройдет конкурсный отбор в рамках всероссийского конкурса «Лучших региональных практик поддержки добровольчества регион добрых дел-2023». Дан старт уже всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Началась реализация всероссийской акции «Красная гвоздика» и состоится международный исторический диктант на тему событий Второй мировой войны «Диктант Победы». Основной площадкой в нашем регионе станет Ульяновский государственный педагогический университет и также общеобразовательные организации и среднее специальное учебное заведение. Вы слушали Ирину Киселеву, исполняющую обязанности министра просвещения и воспитания Ульяновской области. Она рассказала о предстоящих ремонтных и строительных работах в зданиях школ, лицеев и колледжей в этом году. Вечернюю программу для вас подготовила Наталья Югозина. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ульяновского Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова